Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим один из способов формования помадных масс. А именно прокатку и размазку масс в пласт с последующей резкой этого пласта на конфеты. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат на карту по номеру, которую вы видите на экране. Подпишитесь на Boosty.to. Схема получения изделий прокаткой массы в ленту, ее охлаждением и последующей резкой ленты на конфеты показана на экране. Масса в пластичном состоянии загружается в воронку 3 и поступает в зазор между волками 4. Гладкие волки 4 вращаются навстречу друг другу, прокатывают массу в полосу 1. Полоса ложится либо непосредственно на ленту 2 транспортера, либо на бумажные, клеенчатые или пленочные подкладки, предварительно уложенные в нахлестку на ленту транспортера. Лента транспортера движется с такой же скоростью, как и полоса массы. Затем полоса охлаждается в шкафу 7. После охлаждения полоса разрезается расположенными в шахматном порядке ножами 8 и 9 на полоске 10. Нож 11 режет полоски на конфеты 12. Полученные конфеты могут дополнительно охлаждаться на ленте транспортера или на других охлаждающих устройствах. При таком способе крайние неровные полоски обрезки составляют отходы. Они возвращаются на переработку в массу. Такой способ формования позволяет получать и сложные конфеты, состоящие из нескольких масс. В этом случае имеются дополнительные воронки 5 с волками 13. Полоса 6 другой массы, например из другой помады, накладывается на ранее полученную полосу 1. Обе полосы одновременно охлаждаются в шкафу 7. После охлаждения они разрезаются на полоски, а затем на конфеты ножами 8, 9 и 11. И в этом случае образуются отходы. Полученные однослойные или многослойные конфеты при желании могут быть покрыты шоколадной оболочкой, глазурью, как и конфеты полученные другими способами, например способом отливки. На основании изложенного для формования из помадных конфетных масс предпочтительно является прокатка с последующей резкой пласта на конфеты. Менее совершенно размазка из массы пласта и последующая резка. Получение изделия отливкой требует наибольшей продолжительности охлаждения, а следовательно и наибольшей общей продолжительности производства конфет. Прокатка пластичной помадной массы производится при температуре, возможно близкой к температуре плавления. Для обыкновенной помады она составляет от 40 до 50 градусов Цельсия. При этом формование осуществляется при относительно небольших напряжениях и малом градиенте скорости. На экране показаны пюры скоростей на линиях А1В1, А2В2, А3В3. На линии А1В1 скорость в середине потока В нулевой штрих меньше скорости массы у волков. В1 равно В косинус Фи1. На линии А2В2 расположены чуть выше линии О1О2, соединяющей центры волков поток имеет одинаковую скорость как в центре, так и у поверхности волков. В нулевой штрих равно В2 равно В косинус Фи2. На линии центров скорость В нулевое три штриха в середине потока больше скорости В3 равной скорости В поверхности волка. Таким образом прокатка массы в полоску сопровождается смещением слоев. Это смещение можно характеризовать скоростью сдвига. Или для прямолинейного потока это смещение можно характеризовать градиентом скорости ДВ по ДХ, где Х направление перпендикулярной скорости. Математический смысл градиента скорости – это тангенс угла наклона к линии О1О2, касательный к эпюре скоростей. Максимальный градиент получается в точках А и В. Для сечения А1В1ДВ по ДХ равно тангенс А1. А для сечения А3В3ДВ по ДХ равно тангенс А3. Для сечения А2В2 градиент скорости в любой точке равен нулю. Небольшие напряжения и малые скорости сдвига позволяют формовать массу без разрушения структуры и с минимальными расходами на охлаждение массы до твердого состояния. Полосу помадной массы и конфеты охлаждают воздухом с температурой на 2-3 градуса Цельсия выше точки росы для цехового воздуха во избежание увлажнения поверхности изделий при их выходе с линии. При выборе способа резки полосы на продольные полоски учитывают адгезию массы. Следует выбирать такой способ, при котором уменьшалось бы прилипание и заклинивание узкой полоски между соседними ножами. Вот почему дисковые ножи размещают на двух параллельных валах 2 и 5, так как показано на рисунке. На рисунке дан вид сверху на ножи, разрезающие полосу 1 на узкие полоски. Между далеко от стоящими ножами 3 и 4 широкая полоска заклинивается меньше, чем узкая. Узкие полоски 8 и 9 между двумя соседними ножами 6 и 7 не заклиниваются, так как между ними имеется зазор. В теории резания разрушение материала при движении инструмента перпендикулярно режущей кромки принято считать рубкой. При движении инструмента ножа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, перпендикулярно к лезвию и вдоль него резкой. При резке нож перемещаясь как и при рубке, то есть перпендикулярно лезвию, непрерывно проникает вглубь массы, сильно не уплотняя ее, так как имеющиеся на лезвии микрозубцы удаляют из-под лезвия микрослой массы при движении ножа параллельно лезвию. Отделяемая таким образом полоса плавно скользит по боковой поверхности лезвия. Поверхность среза получается гладкой при любой пластичности массы. Резка особенно применима к мягким легко деформируемым и имеющим низкую механическую прочность массам. При движении ножа перпендикулярно лезвию, лезвие уплотняет массу до ее разрушения в результате среза или скалывания. Отрубленный слой плавно огибается боковой поверхностью лезвия, если разрезаемая масса достаточно пластична. Поверхность среза при этом получается достаточно гладкой. Если разрезаемая масса недостаточно пластична, то срез имеет дополнительную деформацию скалывания под некоторым углом к поверхности лезвия. Поверхность среза имеет зазубрины. Рассмотрим, как в данном случае полоска конфетной массы отрезается дисковыми ножами. Рисунок иллюстрирует разницу в резке полосы при вращении дискового ножа в направлении сплошной и пунктирной стрелки при постоянном направлении движения полосы в направлении стрелки ВТ. Пересечение верхней линии полосы конфетной массы с ножом обозначено буквой А. Эта точка определяется углом Фи нулевое. Произвольная точка конфетной массы, пришедшая в соприкосновении с ножом, обозначена буквой Б. А ее угловая координата есть Фи. В этой точке соприкосновения скорость конфетной массы ВТ, а скорость ножа В нулевое равно омега Р. Для нахождения относительного движения точки ножа, совпадающей с точкой Б массы, следует остановить массу, сообщив ей скорость ВТ. Такую же скорость необходимо сообщить и точке ножа. Суммируя скорость В нулевое и минус ВТ получаем относительную скорость В. Разложим ее на два взаимно перпендикулярных направления. Нормальная к лезвию и касательная к точке Б лезвия получим соответственно скорости В1 и В2. Угол Фи при разрезании полосы изменяется от Фи нулевого до нуля. Следовательно, скорость трубки В нулевое вычислится по неравенству. Соответственно скорость трески по касательной будет определяться формулой. Угол бета между скоростью ножа относительно разрезаемой полосы и нормалью к лезвию называют углом скольжения лезвия по массе. Угол бета нулевое при отсутствии касательной составляющей В1 и наличии лишь скорости В2. Это соответствует рубке массы. Если Тау бета равно бесконечности, то нож не режет полосу, а совершает скользящее движение вдоль массы. В данном случае общее усилие резания, направленное вдоль относительной скорости, не сдвигает массу при резке. Рассмотрим, чему равна относительная скорость произвольной точки С после того, как полоса разрезана и полоска удаляется от ножа. Как и раньше, остановим полоску, сообщив ей скорость минус ВТ. И такую же скорость прибавим к точке С ножа. Получим относительную скорость ВУ. Адгезионные силы, действующие в направлении относительной скорости стремятся приподнять полоски вверх. Если сила адгезии массы с материалом ножа меньше прочности полосы, то полоска под действием силы тяжести и адгезии массы с материалом транспортера отрывается от ножа и остается на ленте транспортера. Аналогично рассмотрим относительные скорости точек В и С. при вращении ножа в направлении пунктирной стрелки со скоростью В нулевой штрих. Эти построения на рисунке сделаны пунктирными линиями. Скорость точки В ножа относительно массы В штрих при разложении ее на нормальную даст ту же скорость В2, а касательная скорость большая В1 штрих рассчитывается по формуле. При резке нож стремится оторвать массу от ленты транспортера и сдвинуть ее. В мгновение отхода массы от ножа она не только прижимается к ленте транспортера, но и сдвигается по ленте. Все это показывает, что не безразлично в каком направлении вращается нож. Целесообразно, чтобы нож вращался в направлении сплошной стрелки. Изложенные построения позволяют правильно подобрать не только скорость вращения ножа, но и его радиус. Деление полосок на конфеты осуществляется их рубкой при помощи ножа 11. Его лезвие относительно полосок движения перпендикулярно режущей кромке. Кроме рассмотренной режущей машины применяются машины с другим принципом резки. Вместо дисковых ножей для резки полосы вдоль на узкие полоски применяют ножи совершающие колебательные движения. Схема резки представлена на экране. Лента 6 периодически передвигает полосу 7 к ножам 4 продольной резки. Ножи имеют разную длину. Опускаясь они режут пласт на продольные полоски 3 в разных удалениях от вала 5. При резке ножами 4 полоски не заклиниваются между двумя соседними ножами. Однако даже в не стесненных условиях полоски могут прилипать к боковым поверхностям ножей. При этом полоски вместе с ножами поднимутся вверх при их подъеме. Для предотвращения этого имеется подвижная гребенка 8, препятствующая подъему полосок и очищающая нож. Полоски затем придвигаются к ножу 2, который отрубает от них конфеты 1. Таким способом можно резать пласты на конфеты при более высокой температуре массы, чем в предыдущем способе. Схема получения конфет размазкой помадной массы в полосу с последующей ее резкой на конфеты представлена на экране. Рабочая верхняя ветвь ленты 12 движется по плоскости 13. Лента выстилается квадратными кусками пластика, пленки или бумаги. Над лентой устанавливаются салазки 14. Они представляют собой две параллельные вертикально стоящие алюминиевые пластины длиной от 400 до 450 миллиметров, высотой 200 миллиметров и толщиной 15 миллиметров. Между пластинами находится нож 10. Зазор между ножом и лентой определяет толщину слоя. Масса поступает в салазки по трубе 11 диаметром не менее 200 миллиметров. Транспортерная лента 12, имеющая небольшую скорость, выходит из-под ножа салазок, неся на себе полосу 9 массы. Полоса проходит через короб 8 и охлаждается в нем воздухом до температуры ниже ТТ. Обыкновенная сахарная помадная масса при выходе из короба имеет температуру 30-35 градусов Цельсия. Охлаждение массы сопровождается кристаллизацией сахарозы. Доля твердой фазы возрастает, масса твердеет. Температура воздуха в коробе 10-14 градусов Цельсия. Относительная влажность 60-70%. Скорость воздуха 10-12 метров в секунду. После охлаждения полоса массы поступает на ленту четыре транспортера резальной машины. Дисковыми или другими какими-либо ножами 3 и 17 полоса разрезается вдоль на полоске 18, ширина которых равна длине конфеты. Ножом 2, имеющим сложное движение, полоски режутся на конфеты 1. Они снимаются с транспортера вместе с пластиком или бумагой и поступают либо на упаковку, либо на глазирование. При этом способе в обрезки поступают неполноценные по форме крайние ряды конфет. Общее количество обрезков составляет 15%. Кроме простых конфет, этим способом можно получать и сложные. В этом случае над лентой 12 устанавливается несколько салазок. Их количество равно числу масс в конфете. После каждых салазок обязательно устанавливается охлаждающий короб. В случае получения конфет из двух масс не обязательно только помадных. Первая масса по трубе 11 загружается в салазки 14. Из них на транспортерной ленте выходит полоса 9 первой массы. Она охлаждается в коробе 8 до температуры ТТ. Для обыкновенной помады эта температура ниже 40 градусов Цельсия. Охлажденная и уже затвердевшая полоса первой конфетной массы поступает в салазке 15, в которой из трубы 7 поступает конфетная масса второго слоя. В салазках 15 эта масса накладывается на первый слой из-под ножа 6, установленного выше. Чем в первых салазках выходит двухслойная полоса 16. Она попадает в охлаждающий шкаф 5. Охлажденная и затвердевшая полоса затем режется на полоски, а полоски на конфеты 1 ножом 2. Из описания видно, что только достаточно прочный ниже расположенный слой способен извлекать из-под ножа салазок пластичную массу. Верхний слой может быть нанесен из массы, температура которой близка к температуре ТПЖ. Чем ближе её температура к указанной, тем легче наносится из неё верхний слой. Однако нельзя допустить, чтобы масса самопроизвольно растекалась и не сохраняла приданную ей форму полосы. Если полоса имеет толщину дельта, то должно выполняться условие, что гидростатическое давление не превышает статического предела текучести. Следовательно, дельта рассчитывается по формуле. Если указанное условие выполнить не удается, то приходится нужную толщину получать как двуслойные конфеты, то есть при помощи двух последовательно установленных салазок. При извлечении массы из-под неподвижного ножа, градиент скорости или скорость транспортера и зазором гамма с точкой равной vl делённая на дельта, обычно vl 1,3 метра в минуту или vl 0,05 метра в секунду при зазоре дельта 0,005 метра и гамма с точкой 10 секунда в минус 1. Из изложенного следует, что условия формования конфет определяются реологическими характеристиками массы. Они в свою очередь зависят от доли сухих веществ. Поэтому обычно стремятся получать помаду с долей сухих веществ от 88 до 90 процентов. В этом случае из обыкновенных помадных масс конфеты формуют размазкой при температуре 40-60 градусов Цельсия в зависимости от толщины слоя. Нестационарный процесс охлаждения полос с одновременной кристаллизацией сахарозы слабо изучен. Поэтому продолжительность охлаждения не может быть вычислена или определена эмпирически. Поэтому она определяется экспериментально. По этой продолжительности и скорости ленты транспортера устанавливается длина короба. Практически длина короба для охлаждения от 9 до 10 метров. Таким образом, общая длина размазного конвейера около 30 метров. Длина линии с режущей машиной около 35 метров. В этом видео мы рассмотрели прокатку и размазку помадной массы в пласт и резку пласта на конфеты. Схемы оборудования для проведения этих операций. Если вы хотите узнать больше про производство помадных конфет, вы можете ознакомиться с видео лекциями, посвященными свойствам помадной массы и машинно-аппаратурным схемам линий производства помадных конфет. В видео лекции, посвященных машинно-аппаратурным схемам, мы кроме схем разбирали также технологические режимы, при которых происходит производство помадных конфет. С этими видео вы можете ознакомиться на канале в плейлисте, посвященный оборудованию пищевых производств. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!